Приветствую вас, братья и сестры! Благодарение Богу, что мы можем прийти на это место не для того, чтобы только встретиться с друг с другом, а встретиться с влиянием Божьим, встретиться с Духом Святым, встретиться на самом деле с Богом здесь. Это Дом Божий. И зависит все от того, с каким сердцем мы пришли сюда. Пришли ли мы с готовностью слушать Его Слово, потому что Его Слово будет звучать. Пришли мы с готовностью воспринимать действия Духа Святого, потому что Он будет точно действовать, мы знаем об этом. Самое главное — это нам открыть свое сердце, открыть свой разум, быть внимательными к Слову Божьему. Давайте встанем, помолимся. Он здесь, ищет встречу Он лично с тобой. Он здесь, Он здесь, ищет встречу с тобой. 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 Он здесь, за тебя страдал Христос, Все грехи твои понес. О, приди к Нему скорей, Он здесь, Он здесь. За Тебя страдал Христос, все грехи Твои понес. О, приди к Нему скорей, Он здесь, Он здесь, Он здесь, Ищет встречу с Тобой, Он здесь. За Тебя страдал Христос, все грехи Твои понес. О, приди к Нему скорей, Он здесь, Он здесь. За Тебя страдал Христос, все грехи Твои понес. О, приди к Нему скорей, Он здесь. У нас специальное время уделено для того, чтобы мы обратили внимание для тех, кто, возможно, не сидит всегда с нами на скамейке, или, возможно, мы еще с ним не познакомились. Мы уделяем буквально 30 секунд времени. Я много слышал хороших отзывов, что это помогает заметить людей, те, которые, возможно, не пришли вовремя и идут чуть-чуть раньше. Давайте уделим сейчас буквально 30 секунд, минут, секунд, для того, чтобы пожать руку, улыбнуться и поприветствовать друг друга. Дорогие друзья, пусть наше общение не заканчивается этими 30 секундами. Давайте искать общение друг с другом после собрания, во время недели, замечать нужды друг друга, особенно тех, кто недавно начал посещать наше общение. Давайте, чтобы наше общение и наша жизнь, как семья духовная, продолжалась. Великие и чудные дела Твои, Господи! Великие и чудные дела Твои, Господи Боже, все держите праведны и истинные пути Твои, Царь Святый! Все народы поклонятся пред Тобой, Ибо ты едет святый, 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 святый. Ты един святый, святый, святый. И благодарение Господу за то, что мы можем приходить к Нему в Его присутствие, хотя мы совершенно недостойны благодаря жертве, благодаря праведности, заместительной праведности Иисуса Христа. Псалом 105-й «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его, блаженный, хранящий суд и творящий правду во всякое время. Вспомни обо мне, Господи, о благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим». Я бы хотел, чтобы сегодня мы особенно уделили время и внимание молитве о тех из нашей Церкви, о которых нужно, чтобы Бог вспомнил и особо посетил, особо постучался в их сердцах. Кто, возможно, посещает наши собрания или наши молодежные общения, или, возможно, детские собрания, детские занятия, но еще не принял Иисуса Христа Спасителем и Владыкой своей жизни. Вы знаете их имена, это наши дети, это наши друзья. Давайте молиться о том, чтобы Бог произвел работу пробуждения, работу особого влияния Своего Святого Духа на нашу молодежь, на наших детей, на тех, кто нуждается в этом. А тех, кто нуждается в обновлении своего покаяния, тех, кто нуждается в покаянии перед Богом, в действии Святого Духа. Давайте молиться о пробуждении Божьем. Давайте также молиться о том, что Бог благословил всех тех, кому мы помогаем в материальном миссионерском служении. В последнее время мы собираем и очень много уделяем средств для помощи в миссионерском служении. В прошлом воскресенье в нашем собрании участвовал Сергей Дрог. Давайте молиться о служении, служении самарянина. Так очень трудно этому брату, этой миссии работать с теми детками, которые они вырывают из когтей сатаны, из тех семей, где люди поклоняются практически пьянству или наркотикам. Давайте молиться о тех друзьях, кого мы также поддерживаем, брат Джордж. Если помните, мы недавно дослали ему крупную сумму денег для того, чтобы они направили большой контейнер Новых Заветов в Москву. И он просил молиться, чтобы этот контейнер прошел через границу благополучно, чтобы Бог благословил, расположил сердца верующих в городе Москве, развести эти Новые Заветы по селам и по городам, близлежащим к городу. Так много миссионерских нужд, к которым мы стараемся быть вовлечены. Я хотел бы, чтобы вы сегодня еще особое внимание уделили конкретно этим двум миссиям и молились о них. Также будем продолжать молиться о нуждах нашей церкви, о тех, которые болеют, о тех, которые сегодня не с нами, тех, которые в пути. И давайте особое время уделим этому молитве. Молитве о наших друзьях в церкви, которые нуждаются в пробуждении от Бога, о миссионерских нуждах. Еще нужда, о которой мы начали серьезно молиться, о том, что Бог послал нам дом, свой дом. Бог нам послал прекрасный дом в рент сейчас. Давайте молиться и продолжать молиться, чтобы Бог послал нам свой дом. Чтобы у нас был дом, в котором мы можем собираться тогда, когда мы хотим, в любое время. Он послал нам прекрасное здание сейчас. Но Он желает, чтобы мы искали возможности и средств, предлагали к этому усилия и много молились. Послал в таком месте, в такой дом, который послужит для славы Его, для возрастания духовного и численного нашего церкви. Кто желает? Давайте склонимся, встанем на колени. Мысленно присоединимся к братьям в молитве. Голгофский крест, бронзенные руки, Загрев вселенной миром, Прибит на древе в тяжких плаках, Сын Божий с вами, жизнь одна. Какая радость! Какое событие! Воскрес из мертвых Иисус Христос! Отвален камень от гроба Спасителя, Не проливайте напрасно слез. Прошло три дня, и на рассвете Свершилось чудо и чудес. Воскрес из мертвых Иисус Христос! Отвален камень от гроба Спасителя, Не проливайте напрасно слез. Христа могила не сдержала, Смерть победил, Иисус восстал. Напрасно тьма торжествовала, Воскрес из мертвых Иисус Христос! Какая радость! Какое событие! Воскрес из мертвых Иисус Христос! Отвален камень от гроба Спасителя, Не проливайте напрасно слез. Мир вам, Церковь Божия! Я хотел бы прочитать один стишок Украинской поэтессы. Я его перевел на русский язык так же, Для тех, кто не поймет. «Життя пройде немов вода, И відцвете немов вишнева гілка. В житті одна помилка – не біда. Біда, коли усе життя – помилка». И по-русски это звучит следующим образом. «Жизнь пройдет, как вода, И відцветет, как вишневетка. Одна ошибка в жизни – не біда. Біда, когда вся жизнь – ошибка». Почему я об этом захотел сказать, И почему я об этом хотел вообще говорить? Потому что у нас очень часто в жизни Мы делаем то, что нам нравится. Мы делаем то, что нам нравится, А не делаем то, что нам нужно. Мы ставим неправильные приоритеты. Мы считаем главным то, что, по сути дела, является последним. И последним ставим то, что должно быть самым главным. Многие из наших решений, которые мы принимаем сейчас, И они настолько важны для нас. Если мы посмотрим не с этой стороны, Не со стороны нашей жизни, когда мы сейчас смотрим, А посмотрим оттуда, со стороны вечности. Насколько в вечности эти же решения будут важными. Насколько это будет необходимо. Что будет самым важным тогда? Иисус Христос сказал, и не зря сказал вот такие слова. Что пользует человеку, если он приобретет что? Весь мир. А душе своей что? Повредит. И никто из нас не приобрел и не приобретет всего мира. Но часто вредим своей душе. А хуже этого, вредим душам тех, которые рядом с нами. Вредим нашим детям. Нашими неправильными решениями, Нашими неправильными отношениями. Вредим нашим детям. Да, их надо воспитывать. Но я хотел просто сказать, вот даже сравнить. Если сравнить наше воспитание, Сколько раз мы можем обличать их, Ссориться на них, наказывать. И это же самое сравнить с количеством наших молитв о них. Сколько раз мы молимся о наших детях. В глазах вечности самое важное то, что мы постоянно ходатайствуем о них, молимся о них. Приносим их Иисусу. Вот это самым важным является. Я хотел бы, чтобы хотя бы, я не знаю, в моей жизни, Может быть в жизни каждого из нас, Хотя бы уравнять вот это количество обличений, наказаний, Количество молитв о наших детях. Не просто в общем, но искренних молитв о каждом из них. У кого есть внуки, молитва о внуках. Ведь это является самым важным в глазах вечности, правда? Через 20, 30, 40 лет, 50 лет не будет важным то, на какой машине я езжу или ездил. В каком доме жил или живу? А будет важным, знают ли мои дети Господа? Следуют ли они за Господом? Любят ли они Господа? Вот это будет важным. Делаем то, что нам нравится или делаем то, что важное? Очень важное. Самое важное. Я себе просто думал, вот думаю, если поставить цену, Родители, поставьте цену на своих детей. Тысяча долларов? Нет, мало. Может быть, десять тысяч долларов? Тоже мало. Может быть, кто-то скажет сто. Я думаю, настоящие родители, им даже все деньги мира и все богатства мира предложат за одного ребенка, они не согласятся. Настоящие родители. Но по жизни мы не понимаем часто. И наше время мы тратим на свои развлечения, на свои хобби, на то, чтобы заработать побольше денег. А дети остаются где-то там последним. Может быть, кто-то пусть их воспитывает, может быть, кто-то пусть наставляет. Как мы? Насколько важно это для нас? Если мы в жизни реально, когда нам предложат и скажут, да, я тебе десять миллиардов дам или сто миллиардов, мы скажем, слушай, это глупость. Не десять миллиардов, не сто миллиардов не купит моего ребенка. То по жизни просто-напросто какие-то наши хобби или увлечения могут нас откупить. Своровать наше драгоценное время, которое мы должны влаживать. Время молитвы, которое мы должны стоять в проломе за наших детей. Время обучения Слову Божьему, которое должно звучать с наших уст. И для того, чтобы что-то выросло на нашем огороде, нужно не только пропалывать. Правда? Если мы только будем пропалывать, чтобы не было ничего плохого, мы будем обличать, наставлять. Это хорошо, это все правильно. Но для того, чтобы что-то выросло, нужно поливать, нужна вода. Если не будет воды, оно не вырастет. Нужно удобрять, нужно солнце, которое будет согревать, свет, который будет светить. Поэтому я хотел, чтобы мы в нашей жизни проверили себя. Нам Бог дает возможность влиять. У нас есть круг влияния. Этот круг, да, может быть у кого-то маленький, но это очень важный круг. Иисус Христос сказал такие слова Матфея, 6 глава 23 стих. «Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Мы можем подумать и представить себе, что то, что мы называем и считаем светом, на самом деле может быть тьмой. Может такое быть или нет? Может быть то, что мы думаем и считаем, что это хорошее, на самом деле может быть плохим. Я хотел бы, чтобы мы подумали об этом. Иисус призвал нас для того, чтобы нам нести свет, правда? Вы сыны дня, сыны света, не ночи, не тьмы. Но несем ли мы свет или мы несем тьму? Распространяем свет или тьма там, где мы говорим, то, что мы говорим, то, что мы делаем? Помните, Иисус Христос призвал нас и избавил нас от власти тьмы и от, вот это есть, дела тьмы. Какие дела мы делаем? Дела света или дела тьмы? И когда мы смотрим на два этих прообраза, да, вы были некогда, Слово Божие говорит, тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света, поступайте, как чадо света. Мы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Тьма, мы видим, в мире много тьмы, и Слово Божие говорит о том, что тьма, даже та тьма, которая себя может считать светом и называть светом, но оставаться по природе своей тьмой из-за своих дел, она будет брошена в тьму внешнюю. Тьма соединится в конечном результате с тьмой. Тьма будет брошена в тьму вечную. А свет, тот, кто является светом в Господе, в конечном результате попадет в вечный Божий свет и прибудет вечно в Божьем свете, в Божьем присутствии. Мы сыны света. Как хотелось бы, чтобы мы, будучи детьми света, сынами света, смогли этот свет показать, посвятить тем, которые, прежде всего тем, которые рядом с нами. Чтобы мы могли быть светом для наших деток. Чтобы мы могли быть светом, у кого есть внуки, для внуков. Это важно. Важно не просто называться, быть светом, но быть светом. Важно пребывать в Божьем свете. Знаете, когда Иисус Христос рассказывал историю, два человека, рассказывал тем, которые себя считали выше других, лучше других. Два человека вошли в храм помолиться. Помните, да? Один молился дольше, один молился и открывался перед Богом, а другой молился очень короткой молитвой. Один себя считал светом, считал светом, может быть, называл светом. Иисус Христос так и говорил даже фарисеям, вы считаете себя, что вы путеводители слепых. На самом деле, тот, который считал себя светом, был никем иным, как тьмой. А почему? Потому что уповал на свою праведность. Итак, свет... Братья и сестры, у нас своего света нету. Мы не производим свой свет абсолютно. Мы свет в Господе. Мы свет в Господе. Мы не можем запастись этим светом. Мы не можем набрать этого света вот так. Для того, чтобы светить, нам нужно постоянно быть подключенным к источнику света, к Иисусу Христу. Если я подключен, если я в своей жизни имею близкое общение с Иисусом, я могу светить. Иначе я не могу быть светом. И я не буду светом. И то, что я могу считать светом, на самом деле будет тьмой. Я могу считать свою праведность, то, что я добился в определенных вопросах духовной жизни, светом. Но это будет тьма. Когда я буду уповать на то, в чем я лучше делаю, чем другие, это будет тьма. Когда я прихожу к Иисусу, говорю Ему, Господи, я нуждаюсь в Твоем свете. В свете Твоем я вижу свет. Я в Тебе могу только черпать свет. И в Тебе только хочу черпать свет. Он просвещает нас. Он открывает нам нас самих. Евангелие от Иоанна. Первая глава, шестой, пятого стиха и ниже. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет. И нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына, Его очищает нас от всякого греха. Для того, чтобы кровь Иисуса Христа очищала нас от всякого греха. Нам нужно ходить во свете, подобно как Он во свете. Приходить в Божие присутствие и открывать себя. Открывать свои грехи, открывать свои падения, открывать свои недостатки. Приходить в Божий свет и говорить, Господи, будь милостью ко мне и грешнику. И тогда Господь своей милостью и любовью просвещает тьму мою. Меня просвещает, показывает меня самого. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вот этот свет, он может просветить вас. Придите к нему, откройтесь ему, скажите ему, Господи, я хочу, чтобы ты просветил тьму мою. Я хочу, чтобы ты был светом во мне и чтобы я мог передавать твой свет, чтобы я мог отдавать твой свет другим. Я не хочу уповать на свою праведность, я не хочу уповать на свою гордость, на свои достижения, на то, что, по сути дела, должно быть благословением. И оно есть, все то, что нам Бог дает, это его благословение. И одного человека спросил, спрашиваю, как у тебя дела? И ответ был следующим. Better than I deserve. Лучше, чем я заслужил. И это должно быть правдой, и это есть правда для каждого из нас. То, что мы имеем, это не то, что мы заслужили, это то, что нам милостью Божией дана во всех сферах жизни, братья и сестры, в духовных сферах жизни и в простых земных материальных сферах жизни. Бог говорит в своем слове, что Бог гордым противится. Помните, апостол Павел говорил, если Бог за нас, кто против нас? А если против нас сам Бог, если Бог противится нам, как мы можем жить? Стать Божьим противником. Можно ли это? Да, можно. Каким образом можно стать противником? А каким образом противником стал первый противник? Дьявол. Возгордился. Когда Иисус Христос в конце скажет одним людям, станьте по правую, другим по левую сторону, то они скажут, не твоим ли именем мы исцеляли, чудеса творили. В этих словах главным будет не твоим, не слова не твоим ли именем, а главным будет вот это слово мы, мы, я. Люди уповали на себя, на свое я, как часто мы смотрим на себя с высоты. И это является тьмой. Будь то это в наших семьях, мы чего-то достигли, мы смотрим на это с высоты. Наши детки, может быть, более воспитаны, чем других, мы смотрим на это с высоты. Будь то это в нашем служении. Просто я говорю ни о ком. Но каждый возьмите для себя, я для себя беру. Пение приносит Богу славу. Красивое пение приносит большую Богу славу. Мы будем петь новый псалом на небесах. Это прекрасно. Но когда я красиво пою и я горжусь, я становлюсь противником Богу. На небесах тоже будут инструменты и тоже будет прекрасная игра инструментов. Но если я красиво играю и этим горжусь, я становлюсь противником Богу. Если я стихи могу красиво запомнить, хорошо рассказать, выбрать хороший стих, я горжусь и этим становлюсь противником Богу. Если я могу подготовить проповедь и хорошо сказать, и этим горжусь, я становлюсь противником Богу. Когда мы посмотрим в наших семьях, мужья могут гордиться своими женами, у меня жена самая лучшая готовит, у меня жена самая красивая, у меня жена самая послушная и так дальше. И этим мы можем гордиться, и то, что на самом деле является благословением, может стать нам грехом. Или жена скажет, мой муж, он самый высокий, или самый умный, или самый богатый, и этим самым стать противником Богу. Он самый образованный, или детки самые образованные, самые лучшие учатся. Хорошие вещи, хорошие благословения, которые Бог дает нам, они могут в конце концов стать грехом для нас, если мы неправильно на это реагируем. Если мы гордимся, те благословения, которые нам дает Бог, наши дома, это благословения, за которые мы можем просто благодарить Бога, правда? А могут стать причиной для гордости, и мы можем думать, а у нас лучше, а у нас лучше, а у нас лучше обстановка, а у нас больше дом, больше скверфутаж, больше земли, красивее обстановка, мебель более современная. Много чего у нас лучше, и вот эти простые элементарные вещи, которыми нас Бог благословил, могут быть нашей тьмой, в которую мы погружены. Они могут быть нашей тьмой. Машины, которые нам Бог дал, мы можем ездить и благодарить Бога, и славить Его, приезжать на собрания, а может стать просто причиной гордости. И мы можем из-за благословения, которые Бог дал нам, из-за того, что мы на них неправильно реагируем, стать противниками самого Бога. Бог гордым противится, кому Он дает благодать, смиренным, смиренным, имея все это, осознавать, что все от Него, все им и все Ему. Это все Его. Каждое дыхание, которое я могу сделать, это не то, что я такой здоровый, и у меня такое хорошее здоровье, или я такую полезную пищу кушаю. Дыхание Он дает. Каждый удар сердца, который правильный или неправильный удар, правильно, в ритме или без ритма, но это Его милость по отношению к нам. Смотрите на это, благодарите за это. У нас столько много причин для того, чтобы сказать, Господь, я благодарю Тебя за все эти благословения, я не достоин ни одного из них. А то, что мы сейчас в церкви, то, что мы можем петь Господу, то, что мы можем молиться, это тоже милость Его. Мы ничем не лучше тех людей, которые вне церкви. Не обязательно в молитве, просто в наших мыслях мы можем сказать, я не такого, как прочие люди. Да, мы такие, как прочие люди, такие же самые. Бог нас избрал, Бог нас возлюбил, Бог нас искупил. Ему хвала, Ему благодарность, это Его. Иисус Христос сказал, и так, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Я хотел бы, чтобы каждый из нас был носителем настоящего света, чтобы каждый из нас в своей жизни мог открывать Иисуса Христа. Сам Иисус сказал следующие слова. «Кто, кто последует за мной, тот будет иметь свет жизни». Но не сам по себе, кто следует за мной, кто последует за мной, кто пребывает во мне. Свет жизни. Вы знаете, без жизни вообще, без света нету жизни. И то, что люди называют жизнью, на самом деле, без света – это путь ошибок, падений. Это не жизнь. Свет открывает нам препятствия, преграды. И мы можем обойти, мы можем устранить, можем убрать их. Но для того, чтобы убрать это, для того, чтобы обойти, нам нужен этот постоянный источник света – Иисус Христос. Он есть свет истинный. Мы должны приходить в Его присутствие, мы должны пребывать в Его присутствие. Бог своей любовью так нас возлюбил. Так сильно, братья и сестры. Я иногда, мы этого не понимаем, но вот просто, если так посмотреть, как сильно мы любим своих деток, родителей. Очень сильно любите, правда? Очень сильно любите. Я очень сильно люблю своего ребенка. Но я знаю, что Бог нас, как детей своих, еще намного больше любит. И вот в этом мы можем просто посмотреть, насколько сильно любит нас Бог. Эта любовь, она превыше нашего разумения. Мы что-то пытаемся понять, что-то... Но Бог любит больше, чем мы можем понять, больше, чем мы думаем, больше, чем я проповедую и пытаюсь это объяснить. Намного больше Бог любит нас. И Бог желает, чтобы этой же самой любовью мы любили друг друга. Любите друг друга, как и Я возлюбил вас. Он возлюбил нас, и Он хочет, чтобы мы несли любовь, дарили любовь, открывали любовь. И в этом и есть тот свет, который просто светит. Светили друг другу любовью. Для жизни нужен свет. Ни одно растение не сможет полноценно развиваться и приносить плоды или жить без света. Братья и сестры, мы без света Божьего не можем жить. Господь есть свет. Давид говорит, слово Твое, светильник стези Мои, свет ноги Мои. Иисус Христос сам стал вот этим живым словом Бога. И Он сам показал этот свет. Куда Он шел, там проявлялся этот свет. Когда Он заходил, и там люди были блудницы, блудники, разбойники, что делал этот свет? Этот свет просвещал. И эти люди говорили, помилуй меня, спаси меня, прости меня. Они шли к Нему. И Иисус что делал? Он менял их, спасал их, делал их совершенно другими, преображал их. Поэтому я хотел бы, чтобы каждый из нас был носителем этого света. Бог даровал нам семьи. Бог даровал нам большую ответственность в наших семьях. Чтобы я, в первую очередь, в своей семье, и каждый из нас, могли быть светом в наших семьях, в наших домах, в нашей церкви. Чтобы этот свет был настоящим светом, который прогоняет всякую тьму. Чтобы никакие силы тьмы не имели власти над нашими семьями, над нашими домами, над нашими детками. Но чтобы свет Божьего присутствия всегда пребывал, всегда освещал, всегда дарил тепло, всегда нес жизнь каждому из нас. Аминь. Жить во свете – это значит жить в сознании реальности того, что нас ожидает в вечности, встреча с вечным Богом. Жить во свете вечности. Красным псалом приготовили друзья, из долины нам сияет страна. В нее верою всякий войдет. Жить во свете вечности – это осознавать реальность вечности и готовиться к встрече с Богом. Прийти к Нему с покаянием, с сокрушением своего сердца, для того, чтобы Он принял нас в своей обители, в свое общение. Давайте встанем и споем все вместе. Из долин нам сияет страна, в нее верою всякий войдет. После пения Светлана Надежда расскажет стих. Из долин нам сияет страна, в нее верою всякий войдет. Сам Спаситель ведет в небеса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Пойдем!» — любовь прохожего звала. Но кто бы во дворце жить отказался? Открыты двери, и любовь ждала. Но прокаженный громко рассмеялся. Он выбил у любви из рук кувшин. И нет воды, осколки под ногами. Потом в лицо ей плюнул от души, Нагнулся и поднял с дороги камень. Готов был бросить камень за добро. О, так не поступают даже звери! Любовь шагнула тихо за порог, Но во дворец не закрывала двери. А прокаженный ей во след кричал, «Я проживу и без твоих подачек!» И весь в проказе. Лучше б он молчал! А во дворце любовь молилась, плача. Вы скажете, такого не бывает? Но Божьего отвергли люди Сына, И без стыда в лицо Ему плевали. Так было и так есть. Любовь к Господню, увы, Не каждый грешник принимает. В лицо любви еще плюют сегодня, Еще хотят ходить в своих одеждах. Проказуя греха еще гордятся, Опорванные по дорогам бродят, Ни ноготы, ни грязи не стыдятся. И мимо Божьей любви проходят. Иисус на проходящих смотрит с болью. Не уходите! Богу можно верить! Готов Господь вас окружить любовью! И во дворец еще открыты двери. Там исцеление, покой и счастье. Такие и не снились вам чертоги. Куда же вы? Спаситель ведь прощает. Он не ушел. Он ждет вас на дороге. Придите к Богу. Аминь. Друзья, псалом, который сейчас все-таки приготовили, насколько я знаю, первый раз будет встречать в нашей церкви. Такой молодежный псалом. Много лет учили тебя и меня, чтобы лодка жизни удачно плыла. Такая небольшая история, которая сравнивает жизнь с течением по воде. И на самом деле, для того, чтобы нам жить во славу Божию, для того, чтобы достигнуть берега вечности и быть с Богом, нужно предоставить свои весла, все свое личное отказаться. И свой парус предоставить влиянию Духа Святого, действию благодати, быть в постоянной зависимости от Бога. Не надеяться на себя, на свои дела для спасения. Не надеяться на свою мудрость для жизни, а только на Господа. Прекрасный псалом сейчас сестры споют. Они хотели, чтобы вы просто научились его так же петь вместе. Может, в будущем будем петь общим пением. Поэтому, кто знает, можете подпевать. Много лет учили тебя и меня, чтобы лодка жизни удачно плыла. Главное, не бросить весла свои, но Иисус однажды открылся мне ты. Ты мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывешь в небеса. Иисус мой парус, Иисус мой парус бросил весла я. Иисус мой парус бросил весла я. Ветер благодати влечет меня. Берега не видно, все объяло тла, Яростные волны бьются борта, Весла переломаны только надо мной, Все такой же белый парус мой. Ты мой белый парус, Моя ладья, рассекая волны, плывешь в небеса. Иисус мой парус, бруса веслая, Ветер благодати влечет в меня. В нашей жизни весла это дела, Что без Бога сделаны, Чтоб спасти себя, Спасенье приготовлено Богом самим. Белый, белый парус, Ты мой белый парус, Моя ладья, Рассекая волны, Плывешь в небеса. Иисус мой парус, Брось, у весла я, Ветер благодати влечет в меня. Ты мой белый парус, Только предоставь себе влияние Духа Святого И действию благодати. Он будет влечить, Он приведет тебя к цели. Давайте встанем, помолимся, О том, что Бог благословил Следующую часть нашего служения, Материальную часть нашего служения. Пожалуйста, братья. О, дивный день, О, дивный час, Когда Спаситель первый раз, С душой моей Совет вступил, И мир мне в сердце подарил. Дивный день, Дивный день, Когда Господь Меня простит, С тем пор Христос Всегда со мной И водит сам Меня рукой. Дивный день, Дивный день, Дивный день, Когда Господь Меня простит, О, дивный день, Когда Христос Меня нашел В долине слез, Он мой теперь, Он мой теперь, И я Его И не страшусь Я ничего Дивный день, Дивный день, Когда Господь Меня простит, С тем пор Христос Всегда со мной И водит сам Меня рукой. Дивный день, Дивный день, Когда Господь Меня простит, О, дивный день, Когда простит, Ко мне Он руку Я прозрен, Когда Христа Увиден сон, И дух любовь Его воспел. Дивный день, Дивный день, Когда Господь Меня простит Меня простит, С тем пор Христос Всегда со мной И будет сам Меня рукой Дивный день, Дивный день, Когда Господь Меня простит Дивный день, Пожалуйста, присаживайтесь, братья и сестры. Друзья, очень радостно нам всегда иметь общение друг с другом, потому что на самом деле мы родные, мы близкие друг к другу, мы братья и сестры. Мы, приходя сюда и среди недели встречаясь на различных служениях, всегда говорим, молимся о том, что мы понимаем, мы служим Богу, нашему Отцу. Мы об этом молимся, друг другу советуем, как лучше, познаем больше Священное Писание, чтобы Бог проставлялся. Апостол Павел много раз подчеркивает «Вы служите Господу Христу». Друзья, оно реально заключается в том, что наше служение Богу выражается в общении, в служении другим людям. То есть, вся наша жизнь связана с другими людьми. Друзья, и очень часто наша жизнь не является таким ярким свидетельством того, что мы едины в Боге. И поэтому Слово Божие уделяет очень много внимания, подчеркивая, что наши взаимоотношения именно в церкви между братьями и сестрами являются очень свидетельством сильным или, наоборот, отрицательным свидетельством того, что мы на самом деле знаем Бога, что на самом деле наша вера подлинная. Мы помним такие очень яркие слова Иса Христа «Потому знают все, что вы мои ученики, да, потому другие люди придут и поклонятся, если будут видеть вашу любовь друг к другу, ваши добрые дела». Друзья, поэтому единство верующих любого взаимоотношения является очень неотъемлемой частью свидетельства подлинности нашей веры, искренних наших взаимоотношений со Христом. Помните, апостол Иоанн, апостол любви очень много говорит об этом, что если мы Бога, которого не видим, мы говорим, что Его любим, но у нас есть проблема с братьями и сестрами, которые рождены от Бога, которые наши братья и сестры, и мы их не любим, то Он говорит, что так быть не может. Это противоречие. Друзья, поэтому я хотел сегодня, не так часто мы уделяем этому внимание, думаю, что важно напомнить нам эту мысль, эту истину Священного Писания, как быть, что делать, что Слово Божие говорит, когда на самом деле какие-то вопросы начинают разделять нас, верующих. Друзья, и в принципе это две основные категории вопросов, по которым верующие расходятся очень часто.